Начну с того, что на женском форуме Валентина Матвиенко предложила запретить идеологию child-free. И на фоне активных предложений о запрете child-free, например, Песков сказал, что все это мешает повышению рождаемости и должно исчезать из жизни россиян. Вот как бы вы вообще могли прокомментировать данную ситуацию? Ну и дальше буду мучить вас разными интересующими меня вопросами. Тот вообще мощный клубок всякого разного. Сама по себе эта идеология, в кавычках, этого child-free, я подобное не разделяю. То есть как-то даже неловко людям объяснять, что такое дети, зачем они нужны и какую они радость вам в жизни приносят. Если не приносят, что-то у вас с башкой не так. Вот чисто на биологическом уровне что-то с головой не так. Какие-то серьезные психические расстройства. Всем всегда говорю, что если мальчиком, если ты вот дружишь с девочкой, а девочка не хочет от тебя родить, беги от этой девочки без оглядки. Потому что у нее в психике сломан базовый инстинкт материнский, сломан. Если она не хочет рожать детей, не надо с ней общаться. Дальше ты такие проблемы поимеешь, что туши свет. Но есть ли такие люди? Ну да, есть безусловно. Надо ли им давать какую-то там большую трибуну и прочее? Нет, не надо. Категорически не надо. Я, конечно, это не за то, чтобы там объявить вне закона, перекрыть все каналы. Я как-то не так это вижу. В интернетах оно так не работает. В интернетах работает «не можешь победить, возглавь». То есть пропихивайте свои программы, на фоне которых вот это вот померкнет, исчезнет и пропадет навсегда. Настолько оно мелкое и незначительное будет. Оно будет, но мелкое и незначительное. Не оказывающее влияния на общественное сознание. Но тому вот возникновению подобных веяний есть серьезные причины. Например, нынешние родители в массе, они не то, что не способны воспитывать своих детей, они их просто не воспитывают. Вот ты приходишь в ресторан, например, а там какие-то дети бегают, орут, сшибая там столы, стулья, воют, дерутся, еще что-то там. Сделаешь замечание, в ответ ведро помоев. Это дети, что ты до них докопался. Это ты, дебил, и дети твои дебилы. А я не докапываюсь, а мне не надо, чтобы вот я заплатил деньги, пришел поесть, а твои дети тут бегают и орут и мешают мне есть. Я деньги заплатил не за то, чтобы слушать твоих детей, а чтобы нормально посидеть, поесть и пообщаться. Это раз. Садишься в самолет, а за тобой сзади мамочка с ребенком сидит, а он тебе три часа ногами долбит в спину. И мультики без наушников смотрят, извините. И мультики без наушников смотрят. А это ребенок, а что вы тут, понимаешь? Ну, я уже рассказывал, да, когда возле меня там смотрят. Смотрят, да, давайте я себе порнографию включу. Если вы считаете возможным, чтобы ваш ребенок вот это вот слушал и смотрит, а я порнографию включу и тоже буду смотреть вместе с ним. Ну, это нормально, нет. Ну, что у вас в башке-то вообще? Как так можно? Вы ими не занимаетесь вообще. И начинаете рассказывать про то, что это дети. Это не дети, это вы бараны, вы их не воспитываете. Как в Великой Британии. До 14 лет ребенка не должно быть слышно, а после 14 не должно быть видно. Запомните вот это. И как-то внедряйте, я не знаю, со всех сторон. Вот это, естественно, это порождает лютую просто ненависть. Лютую вообще. Почему вот это вот происходит и никто с этим ничего не делает? Ну, безобразие. А детей рожать надо, тем не менее. Да, надо. И надо их воспитывать, и себя воспитывать надо. Потому что ребенок все за вами повторяет, как мартышка. И если он у вас вот так вот безобразно себя ведет, так это вы такие. В первую очередь, это родители такие. Вы бараны. Поэтому у вас такие вот беспардонные, гнусно воспитанные дети. Увы. Как вы считаете, можно ли назвать одной из причин низкой демографии в стране как раз вот такой неправильный, неправильный воспитательный подход, а точнее отсутствие каких-либо подходов? Ну, правда, молодая пара видит, что все дети вокруг орут, что-то требуют. И смотришь на это и думаешь, ну вот зачем мне эта неспокойная жизнь? Ну, это, на мой взгляд, это очень-очень малая часть. В основном все, так сказать, цели и задачи молодых поколений выражаются одним словом – развлечения, подразумевающие получение неких удовольствий. Только развлечения. А мы поехали туда, мы там катались на банане, мы тут видели вот это. А мы пошли сюда, там мы сожрали вот это, вот это, вот это. А пошли по магазинам, купили вот это. И все это только получение удовольствия. Развлечение, получение удовольствия. Ничего другого в бошках нет. Включите любой молодежный канал. Там, ну, утрирую, естественно. Негры скачущие, там, вот с такими пачками бабла, там, рэп зачитывают. Сзади негритянки, трясущиеся, трясущие вот такими задницами. О, о, как жить-то надо. Бабло. Бабло, потраченное на что? Включите художественный фильм «Волкс Волл-стрит», в правильном переводе гоблина, конечно. Посмотрите, вот это вот идеал. Какие там дети, зачем? Они же мешают развлекаться. Дети – это абуза. Они мешают развлекаться. И тут опять мы возвращаемся к воспитанию. Если вас воспитывают в любви к родителям, в любви к братьям-сёстрам, в любви к своим собственным детям, это одно. А если вам с детства в башку закладывают, что вы оригинальная снежинка, и ваша единственная цель – заработать очень много денег, не потом и кровью, а вот они, чтобы с вертолёта упали, а вы уже потратите их на развлечения. Какие там дети? Детей в этой программе просто нет. Нашим идиотам, которые там, ого-го, рыночная экономика, она сама всё решит. Да, вот так вот она решит. Вот она, обратите внимание, уже решила в Соединённых Штатах, заканчивает решать в Европе, и скоро у вас решит окончательно. Никаких детей не будет, мы все вымрем. Воспитанием надо заниматься с самых ранних лет. Ориентиры правильные, жизненные выстраивать, стремления правильные. Все ж теперь верующие безумно, обратите внимание, что Господь Адаму и Еве говорил, в поте лица будете добывать хлеб насущный. То есть речь про труд идёт, а вы трудитесь там, нет? Как следует, в поте лица действительно, да, добываете хлеб насущный. Или у вас одни развлечения. Да, одни развлечения. Это впереди ждёт горчайшее похмелье. Тех, кто так думал, тех, кто страну направлял вот в этом направлении. Горчайшее похмелье ждёт. Жуткое разочарование, и приготовьтесь, необходимость трудиться, не за развлечения, а просто чтобы хотя бы есть досыта. Всё это ждёт впереди. Дмитрий Юрьевич, а как вы считаете, если из информационного поля убрать идеи бездетности, саморазвития, развлечений, о которых мы с вами долго говорили, нетрадиционных отношений, это как-то повлияет на рост рождаемости? Может ли это повлиять на решение молодых семей заводить детей или нет? Безусловно, повлияет. Но тоже вот так вот. Очень-очень мало, практически незаметно. Надо с другой стороны заходить. Во-первых, воспитывать. Во-вторых, закладывать правильные идеи в мозг. В-третьих, как только вы начинаете рожать детей, ну, у нас капитализм, обращаю ваше внимание, ну, давайте вот этим молодым семьям, давайте помогать. Один ребенок, ну, вот у тебя квартирешка небольшая. Два, квартирешка побольше. Три, у тебя серьезная хата. Четыре, ну, и все это должно сопровождаться еще налоговыми скидками непрерывно. А если бизнес у папы-мамы, то и там скидки должны быть за многодетность. То есть государство, это со всех сторон должно людей, которые рожают детей, вот оберегать, обеспечивать и прочее, и прочее. И да, да, вот это вот то, что вы сказали, да, оно тоже в этом принимает участие. Но вот такие вот материальные вещи, как квартира, зарплата, налоги, они сработают гораздо сильнее. Ипотеки всякие там эти, ну, с малым совсем процентом или вообще без процентов, или вообще их не надо выплачивать. Вот это работает, да. Мы в материальном мире живем. Поэтому вопросы пропаганды, да, нужны, но материальное, оно гораздо сильнее. Вот этим заниматься. Дмитрий Юрьевич, ну мы же не можем с вами исключать, что все-таки есть молодые семьи, которые хотели бы завести детей, но опасаются этого только из-за того, что боятся бросить работу, или, например, молодые мамы боятся, только получили рабочее место, рискуют его потерять. Или что не справятся с получением жилья. Потому что, вот, например, с января 25-го года квартиры площадью менее 28 квадратных метров запретят строить в Подмосковье. приняло такое решение правительство Московской области и выпустило соответствующее постановление. Ну и как же вот какой-нибудь семье из Подмосковья, которая хотела себе купить маленькие 28 квадратных метров, а уже не может этого сделать? У них нет таких возможностей. Они выбирают не рожать детей. Никто не обещал, что будет легко. Я говорю про то, что было бы разумно делать со стороны государства. Если оно этого не делает, ну, наверное, у него есть на это какие-то веские причины, резоны. Ну, не делает. Ну, останется без детей. Ну, население будет уменьшаться. Да. Кто в этом виноват? Государство. Не мы. Нет. Ну, вот, любят говорить, что даст, вот дал бог зайку, даст и лужайку. Но объективно... Да, да, да. Сейчас все даст, да. И зарплату в миллион рублей в месяц тоже вам бог даст. К зайке, лужайке и ко всему остальному. Это не так. Не даст ничего. Ну, хорошо. Вот запретили, да. Вот 28 метров это минимум. Был я как-то раз в городе Гонконге. Ходил по улицам. Ну, вот там центр, небоскребы торчат. Все круто. Круче Гонконга только Москва по ценам. Москва вообще круче всего на свете. Ну, а отходишь, так сказать, от центра, от этих самых небоскребов, а там такие высотные жилые дома. Вот с улицы ходишь, смотришь, а в домах в этих, приготовьтесь, нары сколоченные, это где граждане Гонконга живут, нары в комнатах в четыре этажа. Не как в поезде в три, в четыре. Вы можете представить, в каких условиях там живут эти самые китайцы? Ну, вот, вот Гонконг, это богатая такая условно республика. Вот в богатой вот так живут. Ну, если вам кажется, что если вы запретите строить там меньше 28 метров, ну, хорошо, будут как пчелы в улье, там, по 20 человек в одной квартире жить, и чего? Вы думаете, это что ли способствует рождаемости? Нет, не способствует. Так оно не решается. Ну, также пытаются воздействовать, скажем так, на женщин некоторыми стереотипами. Вот давно уже известно, что после 25 лет, если я не ошибаюсь, это старородящая женщина. Вот мне кажется, что давление на женщин тоже несколько влияет. Ну, смотрите, что любопытно. В России запретили называть женщин старородящими, и теперь это считается репродуктивным давлением, о котором я сказала. И поэтому было предложено называть возрастной первородящей. Ну, вот, получается, Дмитрий Юрьевич, я уже как месяц возрастная первородящая. Меня это что, сильно должно вдохновлять на дальнейшие свершения? А что, если у меня не получалось много лет, например? Ну, как можно давать такие... А что это меняет вообще? Хотелось бы узнать. Это такая магия слов. Ты сказал, и так и будет. Да, раз ты это вслух произнес, так и будет. Оно магическое, да? Ты как Гарри Поттер, только без палочки. Озвучил вслух, и какой-то кошмар случился. Что это за бред вообще? Это уровень вообще, я не знаю, неандертальцев. А в чем смысл-то этих переименований? Расскажите, пожалуйста. Понять абсолютно невозможно. Да, естественно, что легче рожать, когда ты молодой. Ну, организм молодой, там все связки, хрящи и прочее работают гораздо... Лучше растягиваются, лучше стягиваются. И вообще, значит ли это, что там после 20, я не знаю, или 30 нельзя рожать? Да нет, конечно, чушь какая-то. Вот, кстати, о птичках. Давайте на Запад посмотрим. Это у нас нормально. Жениться, выйти замуж, условно, в 18 лет. Вот перед вами образец сидит. Я в 18,5 лет женился. Не по залету. Нет, строго по любви. Вот как-то так получилось. А на Западе нет. Там давно не так. Там сначала надо получить образование, потом устроиться на работу и только потом кого-то... Только потом жениться и после этого рожать. А это все после 30 лет складывается. И что-то там все нормально как-то. Как-то это не называй, оно работает. Женщины детей рожают, дети растут. И что не так-то? Фигней какой-то занимаются. Это вот, извините за сравнение, по мне так это все равно, что взять милицию и переименовать в полицию. Вот у населения России полиция ассоциируется только с немецкими полицаями. Вы зачем это сделали? Вопрос повисает в воздухе. А дальше? А что, стало лучше работать? Вы знаете, когда у меня машина плохо едет, я первонаперво двигатель перебираю, а не перекрашиваю ее из зеленого в красный цвет или наоборот. Зачем вы это делаете? Деньги потрачены, да. А зачем? Что это за чушь? Займитесь каким-нибудь делом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова